Олег Мазадович, поделитесь своими, может быть, эмоциональными впечатлениями, но все-таки они у вас есть. Пожалуйста. Конечно, есть, потому что матч такого, как же он, не накал, наверное, порядка. Когда встречаются команды, у которых нужны очки, они красивыми бывают, очень редко. И тут на первый план выходит, просто на полочку. Естественно, у меня двоятое впечатление. С одной стороны, мы завоевали очков. Но, с другой стороны, немножко разочаровывать наши правы. У нас не требует на паузы уборной. Я думаю, над этим мы и не разберемся. Спасибо. Господа, у вас есть вопросы? Тогда мой вопрос, если еще можно немножечко отстранен от сегодняшнего матча, но вы там долговались в встрече с президентом, насчет премьеральных, даже грозились, если не пойдут вам навстречу, покинуть команду. Такая информация все-таки лучше доходила к нам из средств массовой информации. Если она неправдивая, проверните или подтвердите, что она сама не верит. Я вот сейчас говорил на флеш-интервью, чем мне нравится Украина, большим вниманием именно к футболу. Потому что футбол – спорт номер один. И естественно, в такой ситуации, скажем так, появляются средства массовой информации, о которых я тоже много интересного знаю. Про себя, о своей жизни, о жизни в клубе. Поэтому я не буду ничего не комментировать, не опровергаясь. Потому что если я начну комментировать и опровергаясь, значит в чем-то не надо. Мы продолжаем работать в студенческом штабе уже. И двигаемся дальше по дистанции. У меня вопрос. Как играют леонеры по-вашему? Вы пришли, они были в команде уже? Нет, их не было. Но это вы набрали. Это не набрали. Мы подписали за один день. За один день. Чтобы вы понимали, фарс-мажор был у нас. Раскрыта была вся центральная ось, включая вратаря Бутера, потом центральные защитники Ласанэ и Мамаду, и опорный полузащитник Бампа. Учитывая, что это свободные агенты, специфика свободных агентов таких, что они приезжать не готовы. Все равно нужно время на адаптацию. И вот сегодня уже девятый матч, по-моему, в который они играют, у них микротравмы, естественно, потому что поля тяжелые, очень тяжелый график. Мы сейчас последние четыре игры сыграли через три дня на четвертый, через два на треть и прочего тяжелого графика. И со своей миссией они, скажем так, справляются. Плюс они же французы. Я уже, как и говорил, может, для шутки, что француз основал Одессу, и французы вернулись к себе. А-а-а, нормально. Но они тяжеловатые, но поля не резервы. Очень тяжелые поля сейчас. Очень тяжелые поля. И им очень сложно. Почему у вас эти микротравмы? Микротравмы в маду. Тут остановился уже ЛСНС микротравмы. Играл в прошлой игре, получил микротравмы в маду. Но это след вот этих вот игроков. Чем, опять же скажу, чем нравится у Холейна чемпионатом? Очень равный чемпионат. Где любая команда, может, это братьички уже у любой команды. Но, я говорю, как Басабиеву все равно стоит шанс ординарно. Все остальные клубы примерно одного класса. И вот здесь выходит и бойцовская, и тактика, и психологическая составляющая. Ну, естественно, я говорю, сейчас у нас хорошо во время пауза наступила. Очень рады, что у нас есть время привести к городу. Спасибо огромное.